Охей, островитяне! Добро пожаловать на мой канал! С вами Маугли, и как я вам и обещал, мы познакомимся с основными нововведениями, которые постигли версию под номером 0.31, это The Forest. И сегодня я вам расскажу о некоторых самых значимых исправлениях и нововведениях этого нового обновления. Конечно, многие обновления связаны с оптимизацией, с текстурами, багами, исправлением багов, сетевым режимом и так далее. Это нас не очень сильно интересует, конечно, это здорово, что игра улучшается, но нас в первую очередь волнует, что же такое интересное появилось в игровом процессе. Так, надо немножко поесть, чтобы на голодный желудок-то очень плохо все. И, в принципе, мы сегодня попробуем некоторые из них, из этих нововведений, опробовать, протестировать, посмотрим, как что пойдет. Итак, во-первых, нам дают новую задачу. Задача, нужно найти акваланг. И как эта задача активируется, ну, по крайней мере, описано, что в списке изменений, описано, что ваш уровень воздуха должен быть меньше 40%, и тогда это задание появляется. Вот сейчас я плаваю, и я просто жду, когда уровень воздуха будет меньше 40%. Посмотрим, дадут ли нам это задание, выполнится ли это нововведение. Так, смотрите, вот уже практически. Да, все, отлично. Вынурнул, дорогой ты мой. Отлично, мы сейчас можем посмотреть с вами. Так, доставай. Да, у нас есть лист, что нам нужно, список, что нам нужно сделать. Вот, отлично, смотрите. Найдите способ оставаться дольше под водой. Вот у нас третье, видите, задание добавлено. Это означает, что нам нужно найти акваланг. Так, окей, отлично, это сработало, и это не может не радовать. Что у нас дальше? Мы можем найти топор альпинистой. Чтобы выполнить эту задачу, нужно найти стену, через которую можно перелезть. Ну, пойдем сегодня, посмотрим, может быть, на такую стену мы и наткнемся, кто знает. Дальше. Добавлена динамичная кровь на тело игрока. Да, ну, это уже было, по-моему, в прошлой версии, когда мы убиваем наших врагов, то наше тело также покрывается кровью. Мы можем... Мы можем... Так, тихо-тихо, кто-то орет. Тише, тише, тише. У нас, по-моему, незваные гости. Мы можем получить какой-то урон, и в соответствии с этим уроном мы также будем покрываться кровью. Так, вот я вижу, вижу, касатики прибежали. Все, я понял, понял. Но я не хочу с вами сражаться, я просто пойду от вас подальше. Все, сидите там спокойненько, я вас не трогаю. Ну, и также наши враги, по мере нанесения им урона, они будут покрываться кровью все больше и больше. И так визуально мы можем оценивать, насколько сильно мы их покоцали. Дальше. Добавлена поддержка контроллера DualShock для PS4. Ой, да это что такое сейчас было? Вы видели? Это просто самопрыгающий ноутбук. Я такого еще не встречал. Я надеюсь, что это не нововведение, а это какой-то просто баг. Если у нас по острову будут прыгать ноутбуки, это, конечно, хорошо. Может быть, они сами к нам домой будут припрыгивать. Нам не нужно будет бегать их искать. Пока что пособираем, да, здесь лут. Почему бы и нет? Все нам пригодится. Для тех, кто хочет играть на PS4, конечно, поддержка контроллера это вещь немаловажная. Идем дальше. В мультиплеерном режиме добавлены новые варианты одежды. То есть мы теперь можем по-разному еще и одеваться. Что еще? Добавлены новые декорации замороженное тело. Если в замороженной области у нас, в заснеженной области было одно замерзшее тело, то добавлено еще одно. Ну, чтобы не скучно, так сказать, мертвецам было лежать. Добавлены новые виды птиц. Сейчас появились. Я видел, по крайней мере, ворон. Ну, чайки, само собой, они были здесь. Может быть, еще кто-то будет. Посмотрим. Может быть, встретим их даже сегодня. Уменьшено здоровье всех жутких мутантов. Это касательно баланса. Это значит, что теперь нам, я надеюсь, играть будет немножечко легче. И мы сможем более легко с ними расправляться. Потому что мутанты создают особую сложность для прохождения. Будем идти вот так вот вдоль берега. Посмотрим, что там будет впереди. В принципе, вот я вижу еще какой-то чемодан. Так, даже два чемодана. Отлично. Это нам все здесь пригодится. Здесь лишним не будет ничего. Что у нас еще было сделано? Добавлю новые анимации турбулентности в начальной сцене полета. Когда самолет падает, добавлены новые толчки. То есть, крушение начинается не сразу. Постепенно там появляется немножко тряска. Шкафчики наверху начинают открываться и так далее. Это как бы более плавно переходит в саму катастрофу непосредственно. Так, куча алкоголя. Кто-то здесь бухал. Кто-то явно устраивал здесь пикник на побережье. По-моему, мы идем в область, где была ферма. По-моему, там такие странные строения. И где-то там я видел крокодилов. Кстати, одно из нововведений. Также связано с крокодилами. И вообще с животными. Что мы теперь можем не просто убивать их, а мы можем еще и сдирать с них шкуру. В частности, крокодила мы можем разделать на кусочки. Так, палатка. Вот я, по-моему, здесь однажды был, и я этого не видел. О, отлично. Кастрюля. Мы собрали кастрюлю. Это здорово. Глянем, что у нас здесь еще есть на побережье. Микросхемы пригодятся. Офигеть! Это что еще такое? Огромный якорь. Откуда он здесь? У-у-у. Ничего себе. Нет, мы просто проходим сквозь него. Интересно-интересно. Я что-то не помню, когда я в прошлый раз был здесь. Я не помню такого якоря здесь. Дальше. Удалены летающие сталактиты при входе в пещеру из деревни каннибалов. То есть, теперь они не летают, а находятся на своем месте. Что дальше еще у нас есть? Исправлен подрыв бомбы при выпадении ее из контейнера, когда он полный. То есть, теперь она не будет самовзрываться. И это очень даже хорошо. Так, немножко поедим ягод. Э, стой. Не успел. Так, так, так. Лужайка, лужайка. Где же здесь это было? Ладно, пойдем. Пойдем, куда глаза глядят. Там видно будет. В принципе, ноги у нас быстро. Если что, будем удирать. Удирать от злостных аборигенов. Сгоревшие деревья теперь корректно разрушают близлежащие постройки. Для постройки кровати теперь требуется аж 4 шкуры кролика. Так, мы забрались на гору. Вот я вижу яхту. Нет, по-моему, нужно пройти чуть дальше. По крайней мере, что касается того места, о котором я думал. Где водятся крокодилы, мы сходим туда. Еще попозже. Что это за дерево, кстати? Я здесь не был еще ни разу. Вот на этом при... Воу, 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 воу. Это кто еще там орет? Эй, ребят. Вы тихо, тихо. Это вы так не шутите? Я тут вообще один так-то. Без подмоги. У меня сегодня друзей нет. Поэтому я не знаю, как я буду отражать нападение, если вдруг кто-то решит мной полакомиться сегодня. Вот прекрасное дерево, кстати, вообще отлично. Можно было просто наверху взять и сделать себе шалаш и жить себе спокойно. А что у нас такое здесь? Бомба? А, типа мы можем взорвать эту штуку. Воу, интересно, интересно. Интересно, что там будет. Может, это будет какой-то вход в пещеру откроется? Ладно, бомбы у меня нет, поэтому я ничего пока сделать здесь не смогу. Ладно, я запомню это место. Мы обязательно сюда придем, как только экипируемся в достаточной степени. Исправленная ошибка, при которой нельзя было взять акваланг, если инвентарь заполнен баллонами с воздухом. Теперь все это работает корректно. Дальше. Добавлена возможность рубить пни. Я, кстати, это уже тестировал. Сейчас, в принципе, могу вам показать, как это делается. То есть мы реально теперь можем корчевать эти самые пни. Если вам захочется сделать хорошую дачную посуду. Ой, по-моему, я ядовитые ягоды съел. Да. Ошибся, ошибся. О, вот я вижу моих друзей в кавычках. Будь они неладны, попробуем пройти их мимо. Не хочется с ними вообще не вступать ни в какие конфликты. Я вообще мирный человек. Не хочу с ними ругаться. Я просто пойду дальше по побережью. У нас сегодня такая ознакомительная серия. Мы сильно экшена устраивать не будем. Мы будем просвещаться относительно нововведений. Улучшена физика стрел. Теперь они корректно сталкиваются с другими предметами. И это вообще не может не радовать. То есть стрельба становится все реалистичнее и реалистичнее. Сейчас давайте попробуем что-нибудь с пнем сделать. Я вам покажу, как эти пни разрушаются. Сейчас разрубим. Нарубим одно дерево. Я надеюсь, мои неандертальцы, друзья, не придут очень быстро. Давай, 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 давай. Давай, давай, вали его. Воу, чайка. Так стоять. Ладно, бревна вот они появились. И вот смотрите, вот мы дубасим этот самый пень. Воу, и выйти, и все. И пень, он разрушается. То есть остается вот такой маленький корешок, который уже просто исчезает. Вот так вот. То есть это все работает. Нас не обманули наши, друзья, разработчики, которые заботятся о том, чтобы играть нам становилось все интереснее и интереснее. Алкоголь я уже набрал тут вообще очень даже прилично. Это хорошо. Это хорошо. Эта штука всегда нам может пригодиться, если уж не для оружия, то по крайней мере для того, чтобы утолить душевную боль, так сказать. Улучшена физ... Так. Вы больше не можете смотреть карту, пока висите на веревке. Ну, конечно, это физически довольно-таки странно. И сложно сделать. Дождь теперь должен идти дольше. Когда мы сжигаем торс, теперь нам выпадает аж целых две кости. Ограниченное количество ягод для каждого вида до 30. Ягод. В мультиплеерном режиме добавлена возможность сна, когда все игроки должны лечь спать одновременно. Теперь вы можете разделать крокодила так, чтобы получить шкуру и мясо. Кстати, из этой шкуры можно будет сделать даже броню. Даже что-то с ней сделать, да. И таким образом повысить свою сопротивляемость враждебной среде. Увеличен шанс увидеть врагов, молящихся у алтаря. Да, это прекрасно. Посмотреть на их. Так, 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 так. Тихо, тихо. О, заметили. Заметили твари. Я залезу вообще наверх просто. Давай, залезем наверх. А, быстрей, 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 быстрей. Вот они уже подобрались, голубчики. Я высоко сижу, далеко гляжу. Вам меня не достать, я надеюсь. По-моему, вот такие тупые людоеды не умеют особо ползать по веревкам. Смотрите, он просто на меня таращится. Говорит, ты что-то залез? А ну, слезай, сейчас будем с тобой разговаривать. Да, гопники местные такие. Еноты теперь приходят и ночью. Исправлен баг. Дождь не смывал кровь с оружия. Теперь он смывает, конечно же. Увеличен эффект динамичной крови на врагах. Так, мы об этом уже говорили. Инвентарь нельзя. Так, давайте спускаться будем. Инвентарь нельзя теперь открывать в воздухе. Да, еще одно. Еще одно улучшение, которое делает игру более близкой к реальности. Так, я вижу какой-то контейнер. Контейнер на холме. И вижу лодку. Нифига себе. Пошли посмотрим. Может быть, мы даже сможем в нее сесть и поплавать немножко. Так, вот я вижу. Вижу, вижу, вижу людоедов, которые просто шастают. Шастают по пригорку. Но... Ой, сколько здесь добра! Это здорово. Что, заметят? Не заметят меня? Не, это обязательно. Это обязательно нужно тут полутать. Так, ну, вроде проходят мимо. Ну, и ладно, слава богу. Мне очень-то и хотелось. Так, пока он лутает чемоданы, продолжим изучать нововведения. Так, кролик вот у нас бежит. Кстати, кролика тоже можешь завалить. И с него выпадет даже мяско. Что, заметили? Блин. Блинский блин. Все, все, все. Да, ребят, уходите. Я не хочу с вами общаться. Все. Все, смотрите, я скрылся. Меня нет. Я даже могу вон в лодку лечь. Нет, сволочи. Заметили. Что это у нас здесь? А, веревка. Веревку мы взяли. Эта лодка, конечно же, уже давно пробита. По-моему, они ушли. Или нет? Сходим, посмотрим. Это было бы очень кстати, если бы они свалили отсюда. Ну да, по-моему, они свалили. Еще пара чемоданов у нас осталась. Так, давай-давай, бери все, что здесь есть, и пойдем дальше. Так-так-так, здесь вроде все облутали. Хорошо, пошли вон к тому контейнеру. Посмотрим, что там интересного есть. Теперь содовая и шоколадные батончики. Я, по-моему, уже упоминал это в прошлый раз. Они добавляют очки переедания. Может быть, даже, я не знаю, может быть, даже случится какое-то ожирение. Вот, кстати, сейчас я жру батончик, и у меня должны какие-то очки переедания добавляться. Контейнер грузовой. Их тут целая куча, нифига себе. Что у нас здесь? Коробки? Воу! Отлично. А в коробках у нас китайские микросхемы, конечно же, из Шанхая. Да-да-да, отлично. Ноутбуки паленые будем собирать по ночам. В нашей маленькой лачуге. На берегу очень бурной реки. Хорошо, отлично, мы сейчас сходим. О, нифига себе. Это что за ящик тут у нас? Смотрите, это же просто полтергейст. Они просто летают сами по себе. Так, ладно, это все берем. По-моему, вот эти ящики не разрубаются. Только правильно, ящики, которые помечены специальными кодами, они, конечно же, разрубаются. Все уже. Силы на исходе, да? Так, это что такое? Рычит там, а? Не понял, а что за звук сейчас был? Это, по-моему, звук... Наверное, звук это черепаха был. Вот они все выползли. Они, по-моему, живут в контейнере, да? Все ползут туда. Ну ладно, черепашки, вы давайте ползите, и я вас трогать не буду. Сегодня я... Опачки! Вот они мои, дорогие голубчики. Идут сюда. Ну давай, подходи, подходи. Не стесняйся. Так, у нас, по-моему, уже все заполнено. Так, 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 вот так вот спокойненько. Тихо, 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 тихо. Ты же не хочешь купаться, а? Давай, свали все. Все, свали, свали, вали отсюда. Сейчас сделаем коктейля молотого у нас... Блин, зачем я его выпил? Сделаем немножко добра, чтобы было веселей нам с ними дело иметь. Давай, бери. Поджигай. Опачки, нифига себе! Ты че, дружок? Пирожок. Офигеть. Ну-ка давай сейчас в него запустим. Ну, падла! Лови, гори в аду, сволочь! Во. Все, по-моему... Во, по крайней мере, он сейчас нам будет освещать. Освещать. Окружающий мир в эту лунную ночь. Кстати, луна очень круто светит сегодня. Тихо, 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 тихо. Где-то он, по-моему... Ох ты, тварь! Ох ты, тварюга! Слушай, тебе че, мало, а? Ну, падла! О, получи, сволочь! На тебе еще раз! И еще раз! Все? Еще один где-то был? А где еще один был? Их же двое было. Или он тот горящий убежал? Я упустил его из виду. Надо развести костерчик, потому что... Я замерз. Смотрите, у меня даже... Мой перископ просто уже обледенел. Во. Давай, зажигай. Погреемся немножко. Что может быть круче, чем погреться у костра вечерком, ночью? Так, у нас, по-моему, добавилось еще одно новое задание. Сейчас глянем, что это у нас такое там. Ммм, задание, задание, задание. Так, к нам... У нас, по-моему, гости, кстати. Так, вот, вот оно задание. Найдите... Так, установите... Забор. Забор или защитные сооружения. И научитесь готовить еду. Ну, это мы обязательно сделаем. Так, можно убрать, в принципе, зажигалочку. Она нам пока не понадобится. Можно попробовать завалить их. В принципе, их двое. Хотя вот там... К ним идет еще один дружок. Ну, конечно, они увидели... Увидели свет и сразу же сбежались. Так, ребят. Слушай, ты меня достал. Ты меня конкретно достал, сволочь. На, падла. На, тебе еще получи. Скотина. Такая ты. Так, ну что. Все, тот испугался. Давай, давай. На лыжи встал, наверное, сейчас побежишь. Ну, подло. На, тебе еще раз, двое. В принципе, что-то они какие-то не очень-то поворотливые. Так, зубы, зубы пойдут. Зубы взяли. Зубы всегда пригодятся. По крайней мере, из них можно будет сделать ожерелье. Не знаю, насколько эта функция здесь реализована, но обычно так делают. Так, куча микросхем. Это не может не радовать. Так, 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 так. Набрали, набрали. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего интересного нет. Только одни камушки. Не хочется мне ночью ходить по полям и холмам. Вот я вижу прекрасные заснеженные горы. Кстати, можно будет сегодня попробовать до туда дойти. Вроде очень даже красиво. Давайте почитаем еще, что у нас было. Фонарик теперь светит ярче. Изменено время замаха топора. То есть это касательно баланса. Дальше. Исправлен бак, который не засчитывал тела пассажиров в деревне каннибалов. Мы их не могли просто опознать. Теперь, слава богу, мы можем это сделать. Так, вот я вижу еще одну коробку. Тихо, микросхема, иди сюда. Ты мне нужна. Ты мне пригодишься. Вот еще одна коробка. У нас сегодня анбоксинг. Мы просто распаковываем посылки из Китая. Заказаны на Алиэкспресс, наверное, или где-то еще. Пером. Неплохо. Вот, кстати, птица, смотрите. Мы ее можем... Ах, промахнулся. И таким топором, таким топором будет это сложно сделать. Сейчас попробуем. Смотрите, сейчас прилетит птица. Мы ее оприходуем. И попробуем пожарить. Вот так вот, смотрите. Раз. Пёрышки, стоять. Так, вот еще перо. Иди сюда. Иди сюда, перо. Вот, мы взяли, значит, птицу. Птица. Я не понял. Скопытилась, что ли? Погоди. Подожди, мясо мне нужно. Мясо! Давай, возвращайся, чайка. Понятно, черепах мы можем жарить. Вот птиц. В прошлые разы я не мог этого сделать. Посмотрим, что сейчас у нас. Получится, не получится. Давай, 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 давай. Блин. Какой же ты неповоротливый. О-о-о-о. Неужто сейчас пойдет дождь. Ой-ой-ой-ой. Дождь пошел. Нашему костру, по-моему, сейчас придет конец. У нас костер-то просто не потухающий. Ох, я слышу эти голоса. По-моему, к нам идет целый отряд. И я здесь один. Ой-ой-ой. У нас куча микросхем. Давайте сожрем еще одну шоколадку. Хоть немножко у нас не будет урчать в животе. О, чайка у нас прилетела. Смотрите, чайка. Стоять, стоять, падла. Блин, не могу по тебе попасть. О. Села на воздух. Блин, ну вот только что. Практически, практически топором ее задел. Она, по-моему, троллит меня. Вы посмотрите. Давай, 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 давай. Да ешь, кинкорень. Что ж ты косой-то такой? Я бы тоже на твоем месте орал бы. Эх, эх. Не получится из нас, джек-потрошитель. Что у нас еще? Птицы теперь не садятся на тела, которые лежат в костре, дабы самим не сгореть. Добавлены животные в места, где их не было или было очень мало. Теперь при начале игры игрок не может сразу лечь спать. Теперь максимальное количество бревен в санях насчитывает 11 штук. Ну давай, давай, о! Так, и что? Взять? Я все равно не могу взять мясо. Блин, как это прискорбно. Я думал, что я мог бы питаться. Питаться одной лишь плотью чайки. Но не тут-то было. Не так все хорошо, как хотелось бы. Может быть, какие-то другие птицы. По-моему, что-то я уже пробовал, пробовал то ли ворон каких-то валить, то ли еще каких-то птиц. Не помню. По-моему, с них даже выпадало какое-то мяско. Ладно, не судьба. Пока что будем продвигаться вперед. Вот алкогольчик у нас здесь разбросан. Прекрасно. Не может не радовать. Что у нас еще? Теперь, гуляя по снегу, игрок будет проваливаться. И от этого будет идти медленней. И, кстати, для этого мы можем скрафтить снегоступы. В прошлой серии, по-моему, я уже находил в меню крафта, что мы можем делать снегоступы. И таким образом будем легко перемещаться по снежным равнинам. Осколки стекла теперь на 50%, процентов меньше размером. Теперь мухи летают над некоторыми трупами. Если рубить такие тела, можно получить инфекцию. Вот так вот мы и будем с вами определять, какое тело инфицировано, а какое нет. По мухам. Если мухи слетелись, мухи, знаете, они прилетают или на дерьмо, или на варенье. Так вот одно из двух мы будем с вами выбирать, чтобы, не дай бог, не заразиться. Теперь можно вырезать отверстие в крышах. Это же прекрасно, это же очень супер. Когда ты просто лежишь такой в хижине посреди острого кишащего, недругами, и смотришь на звездное небо. Так сказать, без окон, а просто в аналоговом варианте. Это очень здорово. Птицы и белки теперь дают по одному куску мяса. Белки. Белок мы не видели, мы пока что видели только зайцев. Которых, кстати, с таким вот топориком будет завалить крайне сложно, потому что прыгают они быстро. Добавлены кости и черепа в пользовательские чучела. То есть, меню творческого крафта стало еще более насыщенным. Вот я вижу варана, кстати, и нам сказали, что теперь мы можем с него шкуру сдирать. Во! Во, шкуру содрали, и голова варана у нас тоже теперь в руке есть. Прекрасно, мы можем... Мы можем... О, сколько их здесь! Прекрасно, как здорово! Так, вот у нас шкура варана уже есть. Круто. Берем топор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, сколько ж вас там! Пробегайте мимо. Я не хочу с вами связываться, потому что мне не выжить. Мне не выжить, если вы захотите со мной пообщаться. Ух, какие вараны-то быстрые! Черт побери. Исправлен бак с размерами головы крокодилов. Ну, видимо, она обрела свою истинную форму и размер. Давай, выбрасывай нафиг. Выбрасывай нафиг эту голову. Поохотимся на варанов немножко. Вот так вот, иди сюда. Голова твоя нам не нужна, прости. Она, конечно, очень прекрасная. С одного раза, в принципе, зарубает. Неплохо. Так, вот лагерь. Тихо-тихо-тихо, надеюсь, меня никто не заметит. Я тут, в принципе, по стелсу типа хожу так незаметненько. Сильно на себя внимания не обращаю. О, палаточный городок. Круто. Что у нас здесь есть? Только камни. Камни, возможность сохраниться и возможность поспать. Не хочу я спать рядом с этими уродами. Это очень крайне нежелательное соседство. О, какой прекрасный гром и молнии. Динамит теперь должен быть подожжен перед броском. Понимаете? То есть не просто его бросаешь, он взрывается. А нужно его подпалить и потом уже только бросать. В принципе, это вот все исправления, которыми я хотел с вами поделиться. Конечно, их список вы можете найти на странице игры в стиме. Там он есть на английском языке. В принципе, написан очень доступно и понятно. Даже человек с очень скудными познаниями может легко разобраться. Тем временем мы очень сильно проголодались и замерзли. Окоченевшее лицо. О, наступило утро и солнце выглянуло. Это прекрасно. Значит, мы теперь сможем обогресс. Я не хотел зажигать костер, дабы не привлекать наших лысых падких до человеченки друзей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, ребят. Ну все, тихо-тихо. Я не хочу с вами сражаться. Я просто буду стоять. Просто буду стоять на вас смотреть. И тем временем сожру батончик. Так, ну что? Заподозрят они во мне угрозу или нет? Или пойду своей дорогой дальше? Да, ребят, просто идите, а? Идите с миром. Идите лесом, не знаю. И лесом, полем. Да, ладно, все. Все, они вроде от нас отстали. Пойдем немножко в лес пройдемся. Я хочу все-таки попробовать крокодила найти. Потому что пока что крокодилов мы еще не убивали. Да, как раз, по-моему, я иду туда, куда они бегут. Ладно. Слышу такие влажные шлепки под ногами. Связано ли это с тем, что мы простыли. Что нам холодно и влажно. То есть мы промокли. Не знаю. Ладно, я пока от вас, ребят, просто убегать буду. Вы сильно на меня не серчайте. Я тут гуляю. Не хочу я нарушать ваш покой. Я не хочу зариться на вашей земле. Я просто хожу тут, гуляю, прыгаю. Вот так вот. Вот так просто хожу. Вот. Поэтому все основные нововведения вы можете прочитать уже самостоятельно. На странице в магазине Steam. А это вот те основные нововведения, которые влияют, ну, по моему мнению, они наиболее актуальны в плане игрового процесса. То есть это то, что будет нам помогать или наоборот усложнять наше пребывание здесь, на этом острове. Почему? Так, почему он не разбивается? Стоять. Все заберу. По-моему. Так, вот еще одна у нас. Выбрасывай нафиг. Ткань. Ткань нам пригодится. Сразу глянем вокруг. Вроде, вроде особо никого. Так, бери, бери, бери. Все, бери, все пригодится. В хозяйстве все сойдет. Лишнее не будет ничего. Так, отлично. Вот еще ткань. Так, бери ее давай. По-моему, дальше, если пойти. О-о-о, вы только посмотрите. У нас висит тело и он разрублен напополам. Офигеть. И вот у нас есть крокодил. Давайте попробуем сейчас его оприходовать. Так, стоять, дружок. Стой, друг мой. Куда ты пополз от меня? На, падла. На, тварь. На тебе, жирная ты, ящерица. Он даже не сопротивляется. Что, завалили? О-о-о, завалили крокодила. Нифига себе, какая махина. Весь в крови. Помойтесь, чтобы избежать инфекций. С головой крокодила. Сейчас они точно скажут. Чувак, да ты просто, ты просто нашего крокодила тут завалил. Где-то я читал на форумах, что вот это место, это как бы такая крокодилья ферма. То есть они здесь их разводят и что-то с ними делают. Может быть, так, тихо-тихо-тихо-тихо, куда-то полез родной. Я просто хотел алкоголя взять. Пошли помоемся. Нам инфекция вообще ни к чему. О, это что такое? Это у нас камни, по-моему. Камень под водой. Можешь бросить? Конечно, может. Это же супергерой. Если пойти вот туда дальше, там, по-моему, будет обломки носовой части самолета, кабина. Но мы, наверное, туда сегодня не пойдем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все, он конкретно говорит. Вы слышали, да? Он крикнул. Крокодила! Завалил! Негодяй! Это значит, что они точно сейчас... Воу, нифига себе! Это же какая-то рзанка-то такая. Уу, можно играть в игру. Кто дальше тело? Тихо-тихо-тихо-тихо. Это что-то? Солнышко ты мое. Ты что это пришел, дорогой? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, спокойно. Спокойно-спокойно. Без мандража. Ты главное... Главное не психуй. Я тебе не враг. Я просто... Твой доброжелатель. Догоню-догоню-догоню-догоню. Догоню-догоню-догоню. Смотри, убегает от меня. Тихо-тихо-тихо. Тихо. Ну ладно, ладно, ладно. Все, тихо. Я пошутил. Я не буду больше над тобой прикалываться. Не буду больше за тобой гоняться. Мы просто здесь шлепаем. Найдите чистую воду для того, чтобы попить. Интересно, здесь мы можем попить? А вот мы можем попить. Воу, чистая водица. Чистая... О, тихо-тихо-тихо. Нифига себе, уже двое пришло здесь. Ребят, да ладно. Ну, хватит уже, а. Ну, серьезно. Я вообще... Я просто мимо тут прогулился. Болотистая местность, как вы видите. Здесь они разводят... Крокодилов. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ребят, ну серьезно. Ну, хватит. Все уже. Я пошел. Пойду вон. Прогуляюсь в снега. Я думаю, что вам там делать точно нечего в ваших набедренных повязках. Что, они бегут за мной? Ах, бегут, бегут, бегут. Бегут только так. Вот, очень прекрасный водопад здесь. Пошли поднимемся наверх. И посмотрим, что там у нас есть. Я здесь еще не был. Это первый раз я сюда поднимаюсь, в эти заснеженные горы. Думаю, нам нужна была какая-то здесь хорошая одежда, может быть, даже. Ну, логично полагать, что в таком холодном климате он будет быстро замерзать. У нас здесь начинается лонг-дарк практически. Погони у нас нет, хвоста тоже нет. Мы его сбросили, конечно же. О, начинается уже заиндевевшая. Поверхность. Хм. Надо погреться. Надо погреться. Сделаем себе маленький костерчик. И посмотрим. Кстати, там было, по-моему, сказано, что мы можем делать броню из... Броню из крокодилей кожи. В принципе, я уже одну содрал. Может быть, попробовать. Так, сейчас мы пожарим. Пожарим варана. Давай. Запекай его. Может даже, кстати, двух сделать. Или вот у нас здесь... А это что у нас? Свежее мяско. Я не понял, от кого у нас досталось. Ну ладно, пусть готовится пока. Посмотрим, где у нас шкура. Вот я вижу шкура ящерицы. А где шкура крокодила? Крокодил скин. Что-то я ее здесь не наблюдаю. Но я однозначно ее содрал с него. У нас пока что только отмечен один... Один пассажир. Так, тихо-тихо-тихо. Спокойно. Все, мы можем, в принципе, убрать этот лист. Убирай лист уже. Нам не нужен. Все. Ладно, ладно, я понял. Так. Мясо, что у нас, готовилось уже? Можем, по-моему, уже, в принципе, его, наверное, поесть. Или что? Почему-то... А, вот-вот-вот, вижу. Вижу-вижу-вижу. А, черт побили. Ой-ой-ой, быстрей-быстрей-быстрей. Тушись. Тушись-тушись-тушись-тушись-тушись. Да садись ты уже, е-мое. Блин, ну мы же в воде. Ну давай. Все, фу. Так, вот я вижу олень. Ох ты, бог ты мой. Сколько ж вас здесь. Ну-ка, стоять. Стоять, мой дорогой. Стой-той-той. Красавчик Бэмби. Блин, скажет, какой-то... Абориген на меня напал. Эй! Блин, такую лапочку даже убивать-то и не хочется. Где наш костер-то, кстати? Что, затух, что ли? Эх, блин. Мясо, по-моему, мы так с вами и не достали. А где же оно? Где он был? Что-то я его потерял. А, вот. Нет, это камень. Тоже камень. Вот так вот, блин, и поджигай костры в болотистой местности. Просто они сгорают и нифига не остается после них. Да, ничего нету. Придется опять батончики жрать. Ладно, пошли, сходим, посмотрим, что у нас там наверху. В принципе... Да, наверное, надо было все-таки одеться. А где моя шкура? Я не понимаю. А, вот у нас, крокоделл скай. Так, нет. Нет, 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 не то. Это все ящерицы, ящерицы. Это все ящерицы микросхемы. Не понимаю. И пока что не вижу. Пока что просто не вижу. Вот так. О, смотрите. Ворона, ворона, ворона. Иди сюда. О, красная птица какая-то полетела. Это что, синяя птица? Вот это да. Вот, о, смотрите. Чайку какую-то. Не, не чайка, это какая-то ласточка. Мы ее завалили. А ты что, ворона, смотришь? Вот так, он на себе. Где? Где мясо, которое выпадает с вороны? Эх. Я не понимаю, почему так? Хотя было написано, что конкретно из них выпадает мясо. Но я не могу их подобрать. Это, это крайне странно. Попробую все-таки оленя завалить. Эх. Как это он увернулся, а? Ну-ка, иди сюда, я тебя сейчас догоню. Он бегает слишком быстро. Мы его точно не догоним. Что ж, в принципе, мы познакомились с основными идеями обновления под версией 0.31. Да, основные нововведения, которые будут влиять непосредственно на игровой процесс. Спасибо большое, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте пальцы вверх этому видео. Подписывайтесь на канал, конечно же. Вот так вот. Надо получить точку. Мы с вами увидимся в следующей серии. Я думаю, что уже дальше в кооперативе мы будем проходить дальше. Мы с вами, помните, остановились там в пещерах. Мы будем дальше уже исследовать их. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Продолжение следует...